Здравствуйте, соседи! Мы радуем вновь увидеться с вами. Евгений Янин и Альбина Ловецкая. Добрый вечер! А еще в гостях сегодня у нас победитель международного конкурса юных чтецов «Живая классика» Александр Максимов и его папа Владимир Васильевич. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Добрый вечер! Рад вас видеть! Ну, во-первых, поздравляем с победой, мы вами очень гордимся и сейчас вместе с соседями предлагаем посмотреть как раз видеозапись вашего выступления в суперфинале. «Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Служащая. Ну, конечно, любовь, встречи, разные тому подобные слова и даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Так вот, стою и дожидаюсь. Так очередь у кассы струится, так дверь раскрыта на улицу, заходите, так я стою и как-то так энергично стою, весело, охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, подшутить или схватить за нос. На душе пение раздается и сердце разрывается от счастья». — Рассказывайте, почему решили участвовать и кто решил из вас? — Мне предложили поучаствовать в школе. Я первый раз участвую в этом году, в этом конкурсе. Подошла учительница русской литературы Галина Николаевна Жуковская и сказала, что нужно поучаствовать как-то от класса. Вот кто нескольким ребятам предложил, это вот сможешь. Я говорю, ну почему бы и нет, давайте попробуем. — Вот кому надо, да, спасибо, говорите. — Да, да, спасибо большое, что предложила поучаствовать. Без неё, собственно говоря, я не попал бы на этот конкурс. И вот как-то я выбрал отрывок. — А вот как происходил выбор произведения и кто выбирал, кто помогал, может быть? — Выбрал отрывок я сам. Ну, как-то так, как говорится, вспомнил о существовании этого замечательного рассказа Зощенко. Я его в первый раз услышал в детстве ещё на программе «Вокруг смеха» в одном из выпусков. Там его читал Николай Трофимов. И вот он мне как-то с того момента очень запомнился. — А чем запомнился? — Ну, во-первых, я очень смеялся, когда первый раз его услышал. И мне очень понравилось прочтение. И потом слышал записи не только «Свой круг смеха». И как-то вот актёр, он у меня стал ассоциироваться именно с этим рассказом. И я очень люблю юмористические, сатирические произведения. И когда встал выбор, что мне читать, я решил воспользоваться, собственно говоря. Вспомнил и открыл Зощенко и выбрал именно этот рассказ. — Владимир Васильевич, вы помогли в выборе? — Нет, у нас Саша, он как дядя Фёдор из «Простоклашина». Он сам по себе мальчик. Он как бы выбрал сам всё. Естественно, поддержал. Здесь как бы в рассказе всё сошлось. И юмор, и проза Зощенко, и исполнение, конечно. — А вот во время подготовки вы как-то собственное прочтение придумывали? Или всё-таки ориентировались как раз на других актёров? Может быть, на тот самый впервые услышанный рассказ? — Или наставление педагога, опять же, сыграло роль. Я переслушивал некоторые выступления актёров. Ну, как-то я так прочитал и выбрал собственный курс. Несколько находок, конечно, так, естественно, навеяли. Всё-таки более знаменитыми, известными, уважаемыми актёром. — Есть что-то почерпнуть, да, какие-то ходы театра. — Конечно. Вот. Ну, как-то так справились. — Ну, раз уж мы о выборе произведения заговорили, на самом деле считается, что выбор произведения — это уже половина успеха. Это так? Ты почувствовала это? Или всё-таки прочтение сыграло роль? — Наверное. Я как-то не представляю, что бы я ещё выбрал. На самом деле, мне кажется, что рассказ, вот как-то мне пришло так в голову прочитать именно этот рассказ. Я особенно не задумывался, не штудировал книги, не искал какие-то... Так, может быть, мне что-нибудь из Толстого прочитать, а может быть, что-нибудь из этого автора. У меня ещё куча книг на полке, что выбрать, что выбрать. — Это такое ради удовольствия, получается, да? — Да. Я и, собственно говоря, не предполагал какого-то такого долгого пути, какого-то успеха. Я подумала, ну, раз предложили поучаствовать, почему бы это не сделать ради собственного удовольствия и самому не почувствовать какую-то радость, что я читаю свои любимые рассказы. — А вы также ради участия? Потому что я знаю, что часто родители талантливых детей, в отличие от детей, как раз думают о том, чтобы где-то победить, занять какое-то место, в нужное русло ребёнка правильно направить. — Как раз Саша, мы узнали даже, что он в этом конкурсе принимает участие уже на городском этапе. Он даже нам не сказал. — Вот это поворот. — Поэтому как бы отрывок выбирал он. — Я домой прихожу, говорю, так, сегодня я после школы домой не поеду, мне тут надо успеть в библиотеку на миру, у меня там, понимаете, и конкурс такой, а потом ещё что, где, когда на новгородском этапе поучаствовать. Как-то это так всё мимоходом. — Но дальше, когда ты уже прошёл первый этап, ты же узнал уже о том, что следующие этапы были запланированы в Артеке, на Красной площади, ты не расстроился, что вот из-за этой ситуации, которая сейчас в мире происходит, из-за пандемии, всё было переведено в режим онлайн? — Ну, наверное, чтобы прямо огорчиться, думаю, что нет. Я просто, у меня не было ещё опыта как-то поехать в Крым, в Артек, я не представляю. Я, конечно, чувствую, что это там чёрное море, такое удовольствие, лагерь, с ребятами пообщаться никогда там не был. Но поскольку такого опыта нет, я как-то спокойно это воспринял. А что делать? Такие условия, не плакать же, что вот нас не пустили в Артек, надо приспосабливаться. И я думаю, что, возможно, в этом тоже есть какой-то ключ. Всё-таки в Артеке там несколько этапов, там сцена, там жюри сидит прямо перед тобой, огромный зал. А дома ты сидишь, вернее, стоишь у себя как-то в квартире на фоне занавесочек милых знакомых и читаешь рассказ, глядя в камеру на компьютере. Но не сказать, конечно, что я волновался меньше. Да, очень волновался. Эффект-то другой и нет вот этого, ведь мы часто в этой студии разговариваем с актёрами, которые сейчас тоже ушли в самоизоляцию, проводят, например, спектакли в театре в режиме онлайн. И они как раз жалуются на то, что не хватает вот этого живого контакта, не хватает реакции зрителя, не хватает вот этой вот живинки, которая присутствует, когда ты перед неодушевлённой камерой рассказываешь. В этом не было сложности? Просто в Артеке, как бы вот эти все этапы, выход в полуфинал, сам полуфинал, выход в финал и финал, там по условиям всероссийского конкурса читается одно и то же произведение. Поэтому как бы это тяжело, вот чтецу на некоторых, на постоянном, одно и то же читать, ещё вот как бы в такой соревновательной среде. Тем более непрофессионал, то есть непрофессиональный актёр трудно. Но была какая-то сложность, трудно было собраться, вот взять перед камерой ноутбука и выдать вот всю эту экспрессию. Не хотелось там никого за камеру, может быть даже ставил, да, там кого-то из родителей, чтобы кому-то рассказывать. У меня папа, он ходил в другой комнате, он очень помогал, что перед выступлением, я как-то весь, я всегда перед любым выступлением, я уже достаточно много участвовал в различных концертах, как пианист и музыкальной школе в том числе. У тебя опыт выступлений получается уже есть. Да, но всё равно перед каждым выступлением это очень большое волнение. И у меня был раньше такой способ, если говорить о музыкальных выступлениях, я всегда грелочку такую специальную, слину, так руки грею перед выступлением, потом выхожу, у меня они как ледяные опять. Несмотря на то, что пять минут назад я держал горячую грелку, но после, когда ты садишься, выдыхаешь и несколько музыкальных фраз, и уже как-то свыкаешься с тем, что ты на сцене, тебе надо выступать. Ну правильно. Ити назад. Да, всё-таки не бежать же обратно за кулисы. А насчёт... Ты начал говорить о том, что ещё папа тебе чем помогал, что он был в соседней комнате или была какая-то ещё поддержка? Он волновался явно больше, да, чем сын. Наверное. Он мне помогал перед выступлением, как-то я с ним разговаривала, и после того, как я выходил, тоже там так вздохнёшь. Ну жюри... Поразу отвлечить. Здесь руки у тебя так же леденели, как и перед выступлением на публике? Ну насчёт... Вот здесь как-то я на руки не особенно обратила внимание, это не главный инструмент у чтеца, если говорить так. Хотя, конечно, руки тоже имеют важное значение. Наверняка ты будешь участвовать дальше тоже в каких-то конкурсах. Вот если тебе предложат, например, как ты хочешь выступать? Вот так вот онлайн, через телекамеру? Или всё-таки давайте проводить конкурсы вживую, в зале, со зрителями? Вживую, конечно, интереснее, да. Но сказать, что я, несмотря на то, что первый раз выступаю как чтец вообще в этом году... И в жизни. Да, и в жизни. Ну, как чтец. У нас же есть класс, у нас есть уроки литературы. Я всегда любил как-то выступать. Сначала перед родственниками, их там мучил своими какими-то стишками, что-то там пел в детстве. На табурет не ставили, да? Нет, такого не было. Нет, сам залезал на табуретку и мучил. Без табурета, но сам, стишками. Там это на фортепиан что-то играл, тоже всегда люблю, когда приходят на дни рождения, например. Я так небольшой концертик даю. И всегда очень любил выступать, в частности, перед одноклассниками. И сказать то, что я не получил такого живого общения, я не могу. Потому что благодаря Галине Николаевне, которая поставила цель несколько тоже приучить меня к выходу на сцену, я около недели репетировала этот рассказ перед одноклассниками. В начале каждого урока русской литературы, каждый день. И я там прочитала, мы там что-то сократили, потому что она тоже помогала. Она старалась, чтобы мы вошли в этот лимит. У нас там были, что нужно сократить, что не нужно. Все-таки Зощенко такой писатель с особым языком. И если сокращать слишком много, то вся изюминка писателя теряется. И вообще, на мой взгляд, сокращать чье-либо произведение, это вообще дело, конечно, неблагодарное совершенно. И перед одноклассниками я каждый день... Спасибо им за терпение. Я каждый день... Начитался. Они, наверное, тоже выучили этот рассказ. Их ночью разбуди, они там первую фразу сразу выдадут, я в этом уверена. Но ничего, они, слава богу, потом помидоров и яйцами меня не забрасывали. Наверное, потому что нельзя проносить в школу продукты. Да и учебы нет. Да. Вот. И вот так вот тренировался перед ними. Саша, ну после такого триумфа появились уже мысли о том, куда идти дальше? Театральный уже замаячил впереди? Или ты сказал о том, что у тебя еще параллельно идет музыкальная карьера? Все-таки в эту сторону. Да, и она идет намного дольше. Как-то я это привык к тому, что я действую преимущественно на этом фронте. Но я, конечно, не знаю. Так трудно сейчас строить прогнозы. Вообще не очень люблю смотреть будущее. Как-то это не в моей матуре. Здесь и сейчас как бы в таком формате. Меня навсегда учили. Здесь и сейчас тебе это нравится? Да, сейчас мне очень нравится. Читать на публику текст, произведение. Ну конечно, это здорово, потому что чтение помогает выразить свои собственные мысли. Ну как-то в этом есть что-то особенное. А вот это чтение в живой классике, это все-таки больше просто хорошее чтение, грамотное произношение? Или какая-то действительно уже актерская игра? Какие-то передачи каких-то эмоций дополнительно? Можно гримасу какую-то состроить, ручкой что-то. Мне кажется, это уже результат. Когда подросток прочитал много книг, выразил свои чувства, и они вылились в такой формат. Такое сочетание получается, где и важно текст хорошо читать и грамотно все произносить, и важна еще какая-то актерская составляющая. Чтение – это тоже такое искусство. Оно часто смешивается именно с какими-то актерскими, потому что нельзя точно разговаривать. Вот ты прочитал чтение, ведь всегда даже в школе всех всегда требуют читать с выражением. Одно дело выражения есть, знаешь, такое как декламация, когда ты просто вот так вот встал столбиком и с выражением, что называется, читаешь. Мне кажется, что в этом тоже есть какая-то уже актерская жилка. Нас всех с уроков литературы прививают как-то несколько добавлять какие-то особенные, так сказать, краски, краски, интонации. Эмоции передавать. Эмоции при чтении. Ведь особенно в юмористических рассказах здесь можно и похихикать, сделать какие-нибудь рожицы, как говорится. Но надо, чтобы все было в меру. Не перейти грань, главное, между чтецким искусством и актерским. Особенно в этом рассказе несколько из персонажей, чтобы их как-то разнообразить друг от друга, естественно, приходилось прибегать к каким-то таким изобразительным. Голос немножко добавлять, интонацию. К изобразительным качествам. Дорогие соседи, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях победитель международного конкурса чтецов, живая классика, Александр Максимов и его папа. Не переключайтесь, после небольшой паузы мы снова в студии и продолжим разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В условиях коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры поддержки семей с детьми. Выплаты осуществляются в упрощенном заявительном порядке. Заявление можно подать через портал госуслуг или в МФЦ. Все эти выплаты не зависят от региона и действуют по всей стране. Серебро – это врожденное благородство и символ материального благополучия. Салон «Серебро» предлагает широкий ассортимент столового серебра и достойные ювелирные украшения. Удивительное разнообразие изделий от булавки до саловара. Большой выбор чайных ложек и ювелирных коллекций. Создавайте свои семейные традиции вместе с нами. Наш адрес – Воскресенский бульвар, дом 1. Крестьянское хозяйство Ивана Переева. Картофель и овощи собственного производства. Мойка и вакуумная упаковка продукции. Мясо, рыба, копченая и вяленая. Собственный оптово-распределительный центр. Работает служба доставки. Заказывайте нашу продукцию в интернет-магазине переев.ру или в группе ВКонтакте «Крестьянское хозяйство Переева». Телефон 33 96 66. Саша, мы знаем, что помимо живой классики, ты еще победитель различных олимпиад. Давай расскажем соседям, по каким предметам эти олимпиады проходят, в которых ты участвуешь. У нас есть такая традиция в школе. Давай назовем школу. Что у что-то стоит? Хорошо. Вторая гимназия. Вторая гимназия. Прекрасная школа. Всем педагогам большой привет. И всем ученикам, и одноклассникам. Представляете? Да, если кто смотрит, на что я надеюсь. И у нас есть такая, говорю, традиция, нас агитируют участвовать в олимпиадах. Да, ну потому что как-то так себя показать, и честь школы, конечно. Ну типично, в общем. И класс у нас с математическим уклоном. Естественно, поэтому все, конечно, очень любят участвовать в гуманитарных дисциплинах. Как правило. А ты в каких? Нет, я, конечно, по большей части, наверное, склонен к гуманитарным олимпиадам. А по математике в олимпиадах не участвовал? Нет, потому что у нас все-таки есть, как говорится, одноклассники, которых, я считаю, намного более просвещенными, да, и как-то умелыми в этом плане. Там какая-то такая интересная ситуация. А ты в каких олимпиадах участвовала? Я участвовала в этом году, всегда участвовала в олимпиадах по русскому языку, в этом году еще участвовала в олимпиадах по биологии. Успешно? Да. Насколько успешно? При призер. В прошлых, в прошлых годах победитель, еще тоже по русскому, по большей части. Тогда другой вопрос. Как ты все это успеваешь? Музыка, выступление, чтец, выступление, участие в конкурсах, олимпиады, и тот тоже в призерах? Трудно сказать. Как-то я это, с одной стороны, выглядит так, что это все успевает, с другой стороны, вообще нет свободного времени, когда... Владимир, вы тогда со стороны расскажите, как это выглядит, как он так может совмещать все. По характеру перфекционист у нас. То есть он берется за все и хочет все сделать, как говорится, на отлично. В этом, конечно, есть определенный минус. Ну, что делать? А доводит дело до конца, когда берется за что? Старается, конечно, да, старается. То есть даже если не получается что-то, что-то не идет, то вот пока не получится. За режимом тогда следите, потому что ведь мы знаем много таких вот успешных и активных людей, перфекционистов, которые вот пока дело там не доделают, спать не лягут, есть не будут. А тут все-таки человек молодой, надо в школу ходить, следить за временем сна, за тем, чтобы пообедал, поужинал, позавтракал. Ну, с распорядком как бы проблемы. Есть, конечно, проблемы. А какие? Спать не уложить? Можешь всю ночь напролет репетировать, например? Или готовиться к Олимпиаде какой-то? Ну, как-то насчет подготовки я... Нет, я, конечно, студирую, но есть в этом... Наблюдается элемент экспромта, что называется, когда я иду на Олимпиады, вообще я очень много времени, конечно, стараюсь репетировать, ну как же без этого, но очень времени уходит на уроки, потому что все-таки у нас такая гимназия, в каждом предмете, как говорится, свой углубленный уклон, и там очень много различных заданий. И вот я сижу и по ночам часто... С уроками как? Как оценки? Ну, отлично. По всем предметам. Скромно сказал, но отлично, а я даже не сомневаюсь. Даже не по гуманитарному. Да, да. Саша, ну я думаю, что ты не обидишься на меня, если я скажу о том, что перед эфиром мы с тобой разговаривали, и выяснилось, что у Саши кнопочный телефон. Да. Ты мне скажи, как такой вот вроде бы и обычный, а на самом деле совсем необычный молодой человек живет без соцсетей? Открой секрет. Ну, соцсети сейчас немножко появились в моей жизни. Раньше, как говорится, избегал... Вместе это необходимость, вместе с успехом и популярностью. Да нет, нет, не из-за этого. Вообще-то они в первую очередь появились из-за дистанционного обучения, которое вели... Контактировать, общаться. И всякие там необходимости в виде что-то там переслать. Кому-то же удобнее не в электронной почте, сейчас все по большей части ВКонтакте. Вот пришлось завести нехотя, да, такой свой... Да, они хотят со своими... Вот объясни это, как это? Не, ну не то, чтобы прям совсем... Как бы картинки посмотреть, видосики какие-то. Ну, не знаю. Пообщаться с одноклассниками, с друзьями. Я предпочитаю живое общение. У нас как-то беседа класса. У меня друг есть, надеюсь, он на меня не обидится, но я оставлю его и на птене. Он тоже, как говорится, долго достаточно... Держался. Да, держался. И он начал раньше меня вести. И, как я понимаю, ему это нравится. Он выражает свои мысли. Втянулся. Да, втянулся. Вот. И однажды на перемене, когда там у нас беседа класса тоже существует ВКонтакте, он там, конечно, там... На переменах некоторые общаются вживую, некоторые сразу же на переменах что-то выкидывают, выкидывают в эту беседу, и он там что-то смотрит. Я к нему подхожу и говорю, ну зачем тебе это? А потом через некоторое время смотрю, он мне показывает мой другой одноклассник. У нас, кстати, такой коллектив слаженный, у всех, на мой взгляд, прекрасное чувство юмора. Вот. И выкладывают в эту беседу фотографию, как называют... И подпись такая. На перемене Саша, ну вот, Саша друг, вот. И там фотографии из «Звездных войн». Ты должен бороться со злом, а не примкнуть к нему. Вот. Ну вот я тоже примкнул к этому злу, собственно говоря. Предлагаю на этой прекрасной фразе и закончить нашу беседу. К сожалению, время незаметно пролетело. Спасибо большое, что пришли. Желаю успехов в дальнейшем, как можно больше участвовать в различных конкурсах. Тем более, что успехи идут, и нужно этим пользоваться. Хотелось бы выразить большую благодарность всем педагогам за поддержку, помощь. Прекрасные люди. Всего им хорошего. Доброго здоровья. Все замечательные педагоги. Ну что, договариваемся после следующей победы. Здесь же в нашей студии встретиться. Хорошо, постараемся. Будешь рассказывать, как победил, не знаю, в какой сфере. Посмотрим, но обязательно встретимся. Спасибо. Спасибо, что смотрели с нашей редакцией. Как всегда, можно связаться по телефону 638-005. Ну и не забывайте делиться своими новостями в нашей группе ВКонтакте «Новгородское областное телевидение». Мы благодарим наших гостей и прощаемся с соседями. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин